2018 год балета и 200-летие со дня рождения основателя русской балетной школы Мариуса Петипа. Впрочем, самому Петербургу, где работал великий хореограф, уходящий год ярких событий не принес. Хотя классический театр, в авангарде которого стоит целый кластер Мариинского, работал как отлаженный механизм. В этом году Мариинский театр выпустил четыре премьерных спектакля, но сенсации не произошло. Аншлаги гарантируют давно состоявшиеся постановки и экзотические гастролеры. Многим было любопытно послушать оперу «Азуэр здесь тихие» на китайском. Что касается наших спектаклей, приходится констатировать, что наши выдающиеся постановщики, к сожалению, предпочитают ставить в Европе. Это очень печальная история, потому что мы знаем, что театр у нас авторский. А вот как живет сам театр, да, к сожалению, это большой вопрос. Если раньше там ставил Ратманский, если раньше Дмитрий Черняков ставил, то сейчас эти хореографы и режиссеры, они предпочитают, наши, да, предпочитают ставить в Европе. Увы. Зато сам бренд Мариинского театра становится мишенью для мошенников, которые перепродают билеты порой в четыре раза дороже. Да и в интернете в этом году появились десятки двойников оригинальных сайтов. Разобраться в том, сколько же на самом деле стоит билет на балет, практически невозможно. Возьмем, например, Боядырку. На официальном сайте билетов нет. А вот уже другой сайт с похожим названием. Билеты на Боядырку предлагают за 15 тысяч рублей. Вот, например, остались два места в портере. Петербургская драма, наоборот, переживает подъем. По числу маленьких частных театров город абсолютный лидер России и большинства европейских стран. В Петербурге более 50 коллективов. Закон о спонсорстве в сфере культуры, который активно обсуждали в этом году, позволит небольшим коллективам обзаводиться собственными площадками и не считать копейки на декорации. Об этом в том числе говорили на Международном культурном форуме, который давно стал еще одним петербургским брендом. Прекрасно чувствует себя и антреприза, которую в простонародье давно называют чёсом. Я сейчас заботюсь о воспитании зрителя. Вот, у меня никакой конкуренции у меня нет к ним. Просто какой материал они приносят. Это зарабатывание денег. Яркое, но совсем не позитивное событие театральной жизни Петербурга – уход Юрия Бутусова из театра имени Ленсовета. Режиссер не нашел поддержки своих планов по развитию театра, хотя здесь и по сей день идут его постановки. Вот, например, «Три сестры по Чехову». По сути, сегодня на афишах театра Ленсовета только одно имя. Пока на неопределенное время трупа осталась без главного режиссера. Ну а самого Юрия Бутусова тут же с восторгом принял Московский театр имени Вахтангова, где петербургский бунтарь, как его метко прозвали в столице, уже готовит новые постановки. А вот для петербургских выставочных пространств 2018 год прошел со знаком «плюс». Вспомнить хотя бы громкий проект на стыке двух искусств – музейного и театрального – хранить вечно. Интерактивную выставку-спектакль посвятили истории нескольких пригородных музеев. По многочисленным просьбам выставку продлевали дважды. Люди готовы были стоять перед зданием Манежа по два с половиной часа. Происходившее в Петербурге некоторые даже сравнивали со знаменитой очередью Носерова, которая породила множество шуток и мемов. Столпотворение и трепет вызвала и уникальная выставка в Эрмитаже, которую сумел впервые в истории привезти в Россию работы итальянского мастера Пьера де ла Франческо. Причем собрать их из шести разбросанных по миру музеев – от Италии до США, что уже само по себе чудо. Работы защищают дополнительные экраны, ведь интерес к ним колоссальный. Что также удивительно, ведь имя художника широкой публики не так уж известно. Кураторы Эрмитажа называют выставку элитарной, то есть адресованной тем, кто смыслит в искусстве. Например, как неизвестный гость Михаила Петровского, которому директор музея на днях лично проводил экскурсию. Одним из заметных событий выходящего года стала выставка знаменитого уличного художника Бэнкси. Она называлась гений или вандал, хотя, похоже, этот вопрос в сознании даже такой консервативной публики, как петербургская, уже не уместен. Хотя вопросы появились у самого Бэнкси, который даже не знал, что в далеком Санкт-Петербурге проходит выставка его работ. Причем за немалые деньги. Вип-билет на выставку стоил тысячу рублей. Комичное то, что о своей выставке Бэнкси узнал из письма российского поклонника. Вот скриншот их переписки. Бэнкси пишет. «Я не беру с людей деньги за просмотр моих работ, но я, конечно, не тот человек, который будет критиковать других за нарушение общепринятых правил», — остроумно подметил художник. Культурная повестка этого года пестрила громкими зарубежными именами. Вот и легендарный Эннио Морриконе выступил в Петербурге в рамках мирового турне. Несмотря на почтенный возраст, композитору 89, Морриконе передвигался на инвалидной коляске. Но с блеском провел концерт, лично дирижируя оркестром. Настольная игра. Но, пожалуй, самое обсуждаемое событие в сфере культуры можно отнести к кинематографу. Комедия облака Зеленинграда под названием «Праздник» возмутила общественность. Представляешь, что с ней будет, если я выставлю на стол все блюда? На днях в интернете появился официальный трейлер фильма, который многие посчитали кощунственным и попросили Министерство культуры не выдавать ему прокатное удостоверение. А прокуратура начала проверку обстоятельств производства картины. На литературном поприще выделился петербургский писатель Евгений Водолазкин, который представил свой новый роман «Брисбен» и стал звездой недавно прошедшего книжного салона. Главное букинистическое событие года снова собрало тысячи горожан и подтвердило статус Петербурга как самого читающего города страны. Вот так между минусом и плюсом петербургская культура прожила 2018 год, который запомнится яркими гастролями и практически полным отсутствием собственных достижений. Так называемого «вау-эффекта» не получилось, подметили многие. То ли все дело в избалованности петербургской публики, то ли сейчас не время для творческих прорывов, и нужно просто вдумчиво созерцать доставшееся городу культурное наследие. Евгения Альтфельд, Пульс города. Евгения Альтфельд, Пульс города.